Всем привет! Сегодня я с вами буду готовить креветки. Вот такие красные и замороженные. Но сразу расставим все точки над И. Вот такие красные креветки, они уже вареные. Их поймали и еще на корабле сразу сварили, заморозили и отправили в магазин, где вы их берете уже вареными. И ваша задача, и моя в том числе сейчас, их просто подогреть, но чтобы было вкусно. Для этого нам понадобится лимон, лавровый лист, чеснок, горошковый перец, вот такой, соль, петрушка и укроп. Вроде все. Еще нам нужно будет сделать специальный соус. Для этого нам нужен будет майонез, опять чеснок и опять укроп. Первым делом мы размораживаем креветки. Вообще есть два способа приготовления вот таких красных замороженных креветок. С водой и без воды. Без воды, вот здесь вот будет ссылочка, вы посмотрите, как готовить без воды. Ну а пока пошли размораживать креветки. Включаем воду из-под крана. Включаем не сильным напором. И чтобы вода была не теплая и не холодная, а летняя. Бросаем сюда же креветки. Еще чуть-чуть даже холоднее. Зачем креветки размораживать под проточной водой? Во-первых, они размораживаются. А во-вторых, они промываются. Да, кто-то скажет, что они уже и так чистые, на корабле варились. Но тем не менее, пускай они все-таки промоются. Пока креветки размораживаются, мы с вами делаем соус. Прежде чем начинать делать соус, нужно поставить воду на газ, кипятиться. Берем майонез. Приблизительно вот стойка майонеза. Четверть лимона выжимаем туда. Берем чеснок. Два зубчика. Выдавливаем чеснокодавилкой. Соль. Перец. Нормально. И режем укроп. Укроп режем как можно мельче. Дорезали до ножек. Ножки убираем. Приготовление этого соуса заняло ровно 2 минуты. Отставляем мы его, чтобы все там пропиталось, настоялось и получился очень вкусный соус. Это один из самых простых способов приготовления вкусного соуса к вареным креветкам. Это мы не выбрасываем. Все пойдет для варки креветок. Креветки разморозились и становятся вот такими вот очень податливыми. Зачем креветки промывать? Я вам сейчас покажу. Кстати, тут уже есть вареный горошковый перец. Хотя нет, это похоже глаз креветки отвалился. Вот для чего промываются креветки потом. Чтобы вот эта лишняя вся штуковина, все эти глаза и усики не болтались потом у вас в сваренном виде. Начинает закипать. Мы туда первым делом бросаем зелень. Желательно ее вот так вот по кругу как-то разложить. Дальше бросаем лавровый лист. Дорожек. Соль морская. Нужно сюда обычной соли две ложки столовые. Так как эта соль очень концентрированная морская, мы берем одну столовую ложку. Ну, чуть-чуть еще давайте. Я максималист. Отрезаем тонкую долечку лимона. Бросаем. Ждем, пока доза закипит. Укроп, петрушка, лавровый лист, перец, лимон. Все это должно отдать свои соки в воду. После чего все это закипит. И секунд 30 оно должно провариться. И тогда мы уже забрасываем вот эти креветки. Уже кипит наша вода. Дождемся чуть больше бульбашек. Да, все кипит. И вот только сейчас мы забрасываем туда наши креветки. Аккуратно, не разбрызгивая. Воду на оператора не разбрызгивая. И здесь мы далеко не уходим. Потому как мы доставать креветки будем сразу же, как только вода закипит. Потому как, повторюсь, мы их не варим. Мы их подогреваем. Все. Первые бульбашки вон раз, два, довольно большие. Мы газ выключаем. Креветки готовы. Настаивать их здесь смысла нет. Просто достаем. Если вы видите, сейчас достаточно сложно будет доставать креветки без зелени. Поэтому перед варкой всей этой зелени можно смотать их ниточкой в пучок и туда бросить. Но я так не люблю. Я люблю, чтобы оно все там разваривалось равномерно. Раскладывать креветки как-то красиво по тарелке нет никакого смысла. Потому что они так же как быстро варятся, так же быстро и остывают. Холодые креветки, они невкусные. Почему мы не ждали, пока все это закипит? Потому что если их еще дольше варить, они становятся резиновыми. Если вы всегда их варите и они у вас кипят где-то по 2-3 минуты, значит вы всегда едите резину и вы не знаете, что такое настоящие вкусные подогретые креветки. Сейчас мы снимем пробу. Отчистили первую креветку. Макаем наш соус, который уже настоялся. Я бы их еще меньше держал в горячей воде. А так вкус креветки присутствует. Мясо нежное. Есть вкус самой креветки. Мы не переборщили со специями. И соус получился простым, повторюсь, и очень вкусным. Но если вам каких-то специй там не хватает в креветках, все это можно восполнить самим соусом. Я буду готовить еще, так что подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...